Михаил Максимович Шеленков родился и вырос на Волге, и вот уже 20 лет работает осмотрщиком гидротехнических сооружений от управления эксплуатацией углического водохранилища в Прилуках. В общем, вся жизнь его проходит на реке, и она однажды преподнесла ему сюрприз в виде очень интересной находки. 13 лет назад, во время очередных берегоукрепительных работ в Прилуках, Михаил Максимович нашел не что иное, как бивен мамонта. Когда бульдозером толкал гравий, вдруг что-то через лопату перевалилось, сначала думал корень, а оказалось, потом что-то в голове, думаю, что-то не то. Когда увидел вот эту верхушку, назад спятил, смотрю вот этот, ну вот мыл его, привез, говорит, это, посмотрели, вроде, говорит, мамонт. Все эти годы Михаил Максимович Шеленков бережно хранит раритет у себя дома. Его племянник, тезка, тоже Михаил, позаботился об эстетическом виде древности, почистил, покрыл лаком. А на том, что это на самом деле бивень мамонта, сошлись еще 13 лет назад все, кому довелось созерцать удивительную находку, которая, кстати, по мнению ее хозяина, имеет не местное происхождение. Таких не находил здесь никто. Ну это привезли откуда-то гравий. И с гравием со дна, видать, взяли. С Волги. Намывали песок, и с Волги, значит, попал сюда. Уж где это был? То есть гравий этот был со дна Волги, да? Да. Бивень мамонта у Шеленковых считается семейной реликвией. И Михаил Васильевич пообещал передать его по наследству своему племяннику Михаилу. Правда, если музей заинтересуется, он может свое решение изменить. И думает, что племянник тоже возражать не станет. Ну, если что, позвоню ему, согласится, отдадим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok